У белорусских аграриев сегодня экватор жатвы. Половина площадей, занятых зерновыми, уже убрана. В целом, погода позволяет собрать урожай. И от этого, в словах вице-премьера, чувствуется оптимизм. Я так полагаю, что на 20 августа основная уборка будет завершена. С одной стороны, несколько мешают дожди, которые проходят для темпов уборочной, но они приносят пользу для других культур. Активно, вот сейчас видите, остановились пастбища. 25-й, это пороговый срок, августа мы должны завершить. Все позитивные цифры жатвы 2016 пока на счету больше тех либоробов, кто работает в южной части страны. Доля северян, а Брасловский район один из таких, пока незначительна. Здесь и солнце меньше, и средняя температура на пару градусов ниже. Да и почвы более увлажненные. Работать тяжелее, но в хозяйстве маяк Брасловский, оно считается флагманом районного агропрома, научились бороться с осадками. Ну почему так? Танком защищают родину. А здесь убирают хлеб. Шесть лет назад на Огом Сельмаши изготовили опытную партию комбайнов на гусеничном ходу. Заказала Амурская область. Василий Зур тогда одним из первых на Дальнем Востоке испытывал новую технику на уборке соя. Но сегодня и белорусская погода так капризна, что нередко работать приходится буквально в воде. Вода, бывало, что вода доходила вот отсюда. Но машина шла без всяких, без усилий, без ничего. И не утопала, и не прогрузала ничего. Экономия от гусениц вполне реальная. Меньше давления на почву. Снижаются потери топлива и продлевается ресурс силового агрегата. После испытаний в Амурской области Гомсельмаш получил заказ сразу на 150 гусеничных комбайнов. За пять лет в этот российский регион поставлено уже более 300 универсальных сборочных машин. Интерес к модели не падает по сей день. У такой техники уникальная проходимость и повышенная пропускная способность. 10 килограммов зерна в секунду. Значит, мы увеличили транспортную скорость. Мы сделали совмещенную систему управления тормозами и фрикционами. Ну и более мощный двигатель. Мы можем работать в очень тяжелых климатических слоях. Это полностью переволоженная почва. То есть колесные комбайны на этих почвах, они просто тонут. Именно хозяйского подхода требует и президент. Жатва – особый период, поэтому посещение хозяйств и районов в это время никого не удивляет. А вот комбайн на гусеничном ходу Александр Лукашенко впечатлил. Главный вопрос аграриям – какие есть проблемы? Что еще нужно сделать, чтобы все убрать с полей? Те говорят, что все условия созданы, но упывают на погоду, не подвела бы. Погода в этом году идеальна. У нас же кроме зерновых еще и стекла, и картошка, и кукуруза, и кукуруза, и сайровые подселуи. А корма. У нас корма, у нас, смотрите, 11 миллионов тонн уже мы себе ножа заготовили. Дай бог, чтобы всегда была такая погода. Брасловщина – край озерный. Здесь более 200 водоемов, которые занимают десятую часть района. Оттого и сельское хозяйство работает по особым условиям. Но даже если у тебя в районе получилось так, что где-то, допустим, ну вот здесь вот нету людей. Вот здесь и нету. Ну я имею в виду, если нету. Но там все обороты земли позволяют возделывать кормовые культуры. Здесь самая лучшая земля в районе. Значит, тем более. Значит, и здесь надо строить молочно-товарный комплекс. Да, это будет немножко дороже, чем у него построить. Немножко дороже. В каком плане? Тут же люди нужны будут. Поэтому надо 5 домов. Там надо механизаторы, еще 5 домов. 10 домов и комплекс. Техникой все равно и там, и там придется обеспечивать. Но как только ты построишь здесь комплекс, совершенно по-иному будет жить вот эта территория. Это уже из моего опыта, когда мы начинали это все делать. Мы начинали с самого худшего в стране хозяйства. Как только построили нормальный комплекс, мы его там реконструировали, доделали, построили. Последний мы уводили даже там этот самый комплекс с роботами. Да, с роботами. Это последний. Это я не представлял. Тогда сказали, чтобы у нас там роботы будут доить коров до тысячи. Сейчас лучшее, одно из лучших в стране хозяйства. Как только построишь ты инфраструктуру, вот эту производственную, все изменится. Губернатор области сетует. Молодежь из колледжа и лисеев приходит недоученные. Учиться приходится прямо в поле. Поэтому Николай Шерстнев предлагает агрокомплексы создавать при учебных заведениях. Почему не должна быть ферма? Построим ферму. Пусть полоко будет, пусть деньги будут, пусть подпит, пусть базу с вами расширяют. Но ты меня не убеждаешь в том, в чем я тебя пытаюсь убедить. Так мы поддержка у вас. Вы... какой? Согласие, мы будем делать. Да согласие, я наоборот вам... А Мачушевские поручения уже получили. Предлагаю. А он вам скажет, что мы можем, что не можем. Или будет схему вам нарисовать такую, что вам надо будет раздеваться и работать. Но только чтобы не было вот этого настроения, что, а, дадуть. Никто ничего не даст. Надо просто заработать. Нечего давать. Давали 20 лет. Мы не бросили людей на произвол судьбы. И подавляющее большинство хозяйств и людей сегодня хорошо работают. Но четверть, с ними надо что-то делать. Сегодня президента ждали и на Брасловском филиале Глубокского молочноконсервного комбината. Пять лет назад здесь вопрос стоял ребром. Что делать с заводом? Оборудование было изношено. Тогда Александр Лукашенко поручил модернизировать предприятие. Сделали. Производство сконцентрировали на сырах. Прошла модернизация. Стали, конечно, мы вырабатывать намного больше сыра. 10 тонн в сутки сейчас вырабатываем. Много видов теперь у нас сыров. Было где-то около пяти видов. Теперь у нас где-то 36 видов сыров. Разрабатываем новые. 90% сыров отправляют на экспорт. Первая в истории завода партия уехала в Казахстан. А со дня на день ждут сертификат из Евросоюза. Западных контролёров устроило производство и качество. И тогда и сегодня, разумеется, не обошлось без дегустации молочных продуктов. От сыров до сгущённого молока нового типа. С минимальным содержанием сахара, но с прежним вкусом. Нет, нет. Это легко усвояемый сахар, скажем так, натурального происхождения. И вот это вкусно. Если это действительно где-то мейсон и калорийный, то годится. На память Александру Лукашенко оставил автограф. Причём расписаться президента попросили прямо на головке сыра. Разумеется, визит президента на Брасловщину не мог не коснуться и туристической сферы. Эти места уникальны даже в мировом масштабе. Десятки больших озёр соединены между собой реками и протоками. Общая площадь водоёмов 130 квадратных километров. Именно благодаря такой природе всю страну называют Синеокой. Красота должна приносить не только эстетическое наслаждение, но и материальную прибыль. Это закон времени. Прибрежные зоны активно идёт туристическая инфраструктура. За последние пять лет количество агроусадеб в Брасловском районе выросло втрое. Сейчас их уже почти 300. Для сравнения, это больше, чем, например, в Могилёвской или Гомельской области. За прошлый год такие уютные хутора на Брасловщине приняли почти 9 тысяч туристов. И это не считая санаториев и больших гостиниц. Причём около трети приезжих – иностранцы. Это не только соседи из Литвы, Латвии, России. В последнее время немало путешественников приезжают из Германии, из Казахстана и даже из некоторых экзотических для нас стран. Недавно у нас отдыхали из Саудовской Аравии. То есть очень понравилось. И мы хотим в дальнейшем сотрудничать с компанией, которая привозит таких туристов. Они ещё обещают из Катара в ближайшее время. Ныне масштабный туристический комплекс «Грин Клаб» на хуторе по Снуде когда-то начинался всего с одного небольшого домика. Владелец Владимир Хадыко признаётся, раньше он даже не задумывался о туристическом бизнесе. 8 лет назад минчанин приехал на озеро Снуды просто отдохнуть с семьёй. Мне понравились очень здесь места. Я решил здесь построить небольшую семейную дачу. И вот после этого потом появилась идея поставить ещё дом детям небольшой. Ну вот как-то оно постепенно и превратилось в такой комплекс. Бизнес семейный, но на работу принимают и местных. В сезон обслуживающий персонал увеличивается до 20 человек. Сейчас все домики заняты. За рыбной ловлей случайно встречаем одного из постояльцев. Известный шоумен Вадим Галыгин здесь уже восьмой раз. Говорит, какое море, когда есть такие озёра. Ну и красота, конечно. Потому что ходить, например, на лодке, на катере по Брославским озёрам, ну это National Geographic отдыхает. Кстати, National Geographic отдыхает здесь. Приезжают, рейтинги составляли тоже. На грунтовую дорогу хутора Преснудия сворачивает и президентский кортеж. Хозяин комплекса рассказывает главе государства о масштабных планах. В развитие вкладывает всю прибыль. Уже началось строительство небольшой гостиницы. А следом появится спа-центр, который позволит привлекать туристов в любой сезон. Впрочем, в туристической отрасли региона остаётся и немало проблем, подтверждают местные власти. До уровня агроусадеб пока не дотягивают дороги и другая инфраструктура. Да и запретов и ограничений для бизнеса в водоохранной зоне довольно много. Александр Лукашенко не против пересмотреть законы. Но только не ущерб местному населению. Это второй год моего было президентством. Я приехал на эту гору, Маяк, знаешь, там высокая гора. Я туда поднялся, ну красота неописуемая. И мне начали докладывать местные руководители и люди, которые, егерия там, лесники. И люди, они крепкие тут, ты же понимаешь. Иногда очень крепкие. И они мне говорят, Александр Лукович, если вот вы не возьмётесь за это, не остановите всё, что происходит, а вот что происходит. А вот тут всё поделено. И действительно, я когда влез в это, всё было поделено. Вплоть до озёр, всё разделили. И в основном не наше. Тогда было очень жёсткое принято решение, чтобы сохранить для людей это. Сейчас пошло развиваться. Да, может быть, надо в плане стройки и прочее, действительно, всякое разрешение надо ослаблять. Но был хутор. Что-то какие-то разрешения. Надо на этом хуторе браться и строить. Была деревенька, осталось три дома. Да, надо отдавать человеку и своё желание. Жил он там в этой деревне и прочее. Пусть он строит эту, развивает деревню. Но только вот это, общенародное, надо людям дать возможность доступа туда. Возможность заработать на своей земле должна быть у каждого белоруса. Это основной посыл президента. Если у людей есть такое желание, то не нужно его отбивать многочисленными согласованиями в инстанциях разного уровня. Неиспользуемые земли Александр Лукашенко предложил распределять без волокиты, на районном уровне. Возьми вот эти клочки, это надо пройти практически самому ногами, со своими людьми. И вот отметь эти полгектара, полтора гектара, три гектара, где деревня, не деревня, хуторок был или ещё что-то. Или просто лучше отдать кому-то этот клочок земли, гектар, полтора. И он там построит усадьбу. Ты мне это всё, кадастр этот сделай, я тебе подпишу, и ты сам, без всяких разрешений, исполком примешь решение и раздашь. Вот этот вот часть, вот я посмотрел, а почему ему не отдать? Он говорит, я уже обратился, попросил. Но ты представляешь, пока он там дойдёт с какими-то разрешениями. Мы вместо них помогаем, все бумаги им. Понятно. Так вот, не надо это делать. Ты возьми мне эти места все, пропиши, приложи, и ко мне обращение, я подпишу. И ты лично, никому, не к губернатору, ты в исполкоме, с моего разрешения общего, будешь отдавать эти, продавать участки. Это уже ваше дело исполкома. Где-то дороже, где-то дешевле. Кому-то отдал, многодетные, допустим, семья записала, ещё чего-то. И ты это раздашь, но с таким условием, что вот это должно быть в идеальном состоянии. То, что жители Брасловщины, талантливые люди и готовы вкладывать в дело душу, подтверждает и подарок президенту. Один из символов озёрного края – линь, вырубленная из дерева, выглядит как настоящий. Память. Деревянная рыба, резьба. Мне же, я думал, жива, я думал, таранька. Ну, правильно, я тараньку не очень, там кости эти. А это красиво, а это красиво. Спасибо. Это наши мастера делают. Спасибо. Дмитрий Семченко, Анатолий Занкович, Олег Шапель, Максим Вечерков, Дмитрий Буй, Александр Автухов. УНТ. Спасибо. Спасибо.